В нашу программу обратился телезритель, попавший вот в такую ситуацию. «Выезжаю на улицу Быковского, – пишет он, – из жилой зоны, ограниченной домами улица Маяковского, 103, и улица Быковского, 1, улица Быковского, 3. Во дворе в жилой зоне идет хаотичное движение автомобилей по принципу «едет первым тот, первый вариант, кто едет по прямой». Второй вариант – кто едет быстрее. Третий вариант – кто понаглей, посмелее или как удобнее. Вопрос – а если произойдет ДТП, кто будет виноват? Ответ эксперта прямо сейчас. Во всех жилых зонах происходит движение примерно по такому принципу. Что я хочу отметить? Во-первых, по правилам движение в жилых зонах не должно превышать 20 км в час. Я бы сказал, что 20 км в час – это даже много. 10 км нормально, потому что у нас пешеходы, особенно хочу обратить, женщины с коляской, идут по дороге, абсолютно даже не реагируют на сзади подъезжающую машину. Они могут, конечно, по правилам идти везде, но препятствовать движению транспорта тоже не нужно. Поэтому скорость минимальная. Дальше. Какие правила? Во-первых, это прилегающие территории, район Быковского 1, Быковского 3 и Майковского 103 – это все прилегающие территории. Так вот, по термину «прилегающая территория» движение транспортных средств на прилегающей территории должно осуществляться в соответствии с настоящими правилами, которые у нас существуют. Поэтому варианты. Вот этот автомобиль, водитель А. Он движется, видите, по прямой. Здесь поворачивает налево, но не собирается его пропускать. Ваши действия. Пропусти. Если мы едем медленно, пропусти. Но если произойдет ДТП, виновен будет водитель Б. Потому что в данном случае пункт 8.10 ПДДРК. Если траектория транспортных средств пересекается, а иная трактовка не предусмотрена правилами, то уступить дорогу то транспортное средство, у которого помеха справа, то есть водитель Б должен был уступить. Видите, а он проехал первым. Вот водитель как раз и спрашивал. Ну, пропустил его, пусть товарищи едят. Дальше. Вот здесь. Мы едем дальше. Вот здесь выезжает со двора, но здесь грунтовая дорога. Грунтовая дорога – это второстепенная, поэтому водитель, выезжающий на асфальт с грунтовой дороги, должен притормозить и пропустить тех, кто едет по асфальту, как по главной. То есть здесь вот этот водитель А проезжает первым, этот уступает. Дальше. Вот здесь. В данном случае водитель А уступает вот этому по помехе справа, а водитель вот этого автомобиля уступает ему. То есть применяется у нас правило пункт 8.10, и на грунтовой дороге нужно уступить дорогу тем, кто движется по главной дороге. То есть в соответствии с настоящими правилами.